добрый день уважаемые друзья это утро 18 октября сейчас забежим на набережную и полюбуемся рассветом я уверен многие из вас в силу того что небо затянуто или просто никогда не видят как восходит солнышко я вам постараюсь это дело восполнить а потом поедем дальше вчера я показывал вечернюю набережную а сегодня утренние 7 утра естественно еще никого нет рыбаки там сидят а так никого люди спешат на работу и все вот она солнышко я немножко опоздал проспал вот рыбаки сидят вот такая набережная это 7 утра никого нет и вот она солнышко ничего романтика возле вещевого рынка есть такой автобус 122 на него садимся и едем в арианду мы доехали до верхней арианды и сейчас полюбуемся немножко так сверху вниз симпатичная беседка тысячу раз проезжал мимо и каждый раз загадывал ну хоть в следующий раз да остановлюсь хоть на секундочку поснимаю все целенаправленно сюда приехал чтобы поснимать эту беседку и вид с нею погода сегодня примерно градусов 20 сейчас море ветерок дует вид красивый там где-то далеке ялта нам плохо видно и медагера и вот такой памятник интересный говорят здесь вот в этом вот училице был лагерь скалолазов ну и они это и сделали этот памятник а до этого тут был другой какой-то тоже придумали три было человека каких-то это просто парень с девочкой и гора айнекола не входит вся в кадр вот туда мы сейчас пойдем а главная достопримечательность этого места это вот этот храм храм оркестра тига михаила ему почти 16 лет в этом году в ноябре ему исполняется 16 лет был построен на средства местных предпринимателей один был больше другой меньше но не важно главное что местные богатенькие дядечки скинулись и вот такое получилось чудо оттуда доносится мужской хор наверное запись надо зайти посмотреть пойдемте и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ну что, пошли наверх... Если у вас есть своя машина, вот возле остановки имеется стоянка автомобильная... Она таки просторная, хорошая и даже я вижу туалет... Любопытно, работает или нет... Так, идемте туда, вон туда... Короче, туалет работает, открытый, но почему-то одно очко всего лишь... Вроде места много, два на два... А всего лишь одно очко... Как вам картинка? Напоминаю, 18 октября... Погода хорошая, солнышко светит... И вот пошли тропки наверх на Айниколу... Нет, можно, конечно, дойти до конца там... Чуть дальше газовая труба... И от нее официально начинается тропа наверх... Пойдемте официально пройдем... Вот такая толстая желтая газовая труба... Это начало тропы на Айниколу... Там можно хоть как начать... Хоть так, хоть всяк, неважно... И это не просто тропа... А это официально зарегистрированная в Ялтинском каком-то там реестре... Тропа Курчатова... Вот та тропка, которую я показал сначала... Такая себе... Ну, можно немножко сократить путь... Давайте вспомним, кто такой сначала Курчатов... Игорь Курчатов... Это... Родоначальник всей атомной энергетики в Советском Союзе... Благодаря ему появились эти атомные станции... Но главное, он изобрел атомную бомбу... Трижды герой... Лауреат всяких там премий... Сталинских... Ленинских... В общем, человек с большой буквы... Не-не... Вы, может, не правильно поняли... Атомную бомбу первыми изобрели американцы... А именно в Союзе... Вот Курчатов был отцом советской атомной бомбы... Ну, это так... В общих чертах... Вы спросите... Причем тут Курчатов и вот эта тропинка... По которой мы идем... А это его тропинка... Это он ее придумал... Он ее открыл... Дело в том, что... Он родился в начале 22 века... В Уфинской области... В Уфе... Где-то в районе Уфы... А потом переехал сюда... В Симферополь... Ну, с родителями... И, будучи 17-18 летним мальчишкой... Он... Для себя... Вот... Обнаружил... Очень интересное такое место... Стал сюда друзей водить... Вот мы сейчас... По его стопам и идем... Тропа не сложная... Ну, местами так... Рисковатая... Но, в целом, можно и детям и пенсионерам... Это была... Первая смотровая площадка... Потом... Этой смотровой площадке... Тропа резко отворачивает... В сторону... Чтоб... Дойти... Ну... Чуть приподняться... Достаточно смотровой... Любопытно... Тут... Мы вроде... Возле поселка находимся... А связь... Какой-то 3G... Вообще никакая... То есть... Интернета почти нет... Я же говорю... Тропинка для пенсионеров... Кстати... Момент... Горные прогулки... Это вдохновение... Для творческой работы... Которую я всегда испытывал... Поднимаясь к вершине... Айниковой... Вот... Это... Вот это шо... Я же говорю... Мальчишка когда здесь был... Учился... С друзьями ходил... Вот и... Натоптали... Здесь в основном... Лиственные деревья... Поэтому... Такой себе... Осенний... Осенний пейзаж... А потом... Этот... Осенний пейзаж... Переходят... Вечно зеленые... Сосны... Уже и аромат... Вообще... Сосна... Это мое дерево... Ну там где-то... По гороскопу считается... Сосна... Это мое дерево... Поэтому... Сюда и тянет... Если пойти туда... Там находится... Пещера... Ну... Такая... Бескатегорийная... Общая протяженность... Больше ста метров... Самое интересное... Что там... Аж на самом дне... Нашли... Раздавленные... Упавшими... С потолка... Глыбами... Тела... Людей... Когда-то... Давно-давно... Что они там делали... Не знаю... Может их специально туда сбросили... Может они там жили... Ну... Такая вот история... Так... Это основная тропа... Но если вам... Как бы предложат... Повернуть направо... Не стесняйтесь... Почему... Надо... Не стесняться... И... Отклониться... От маршрута... Потому что... Здесь... До сих пор живет... Самая старая... В Крыму... Бесстыдница... Ей... 1300 лет... Честно сказать... Вы такого... В Крыму... Больше ни где не увидите... А может быть... Даже... Во всей России... Сейчас... Обойду получше... Что такое... Бесстыдница... Это... Земляничник... Мелкоплодный... Вот... Вот... Вот это вот дерево... Оно... Без коры... Ну вот такое дерево... Да... А... Не... Вот кора... Сейчас... Сейчас... Во... Не знаю почему... Но оно... Стесняется... И сбрасывает... Вернее... Бесстыжие дерево... Сбрасывает в себя... Кору... И не холодно... Ему интересно... Земляничник... Мелкоплодный... А то... Куда мы идем... У него чуть-чуть другое название... Земляничник... Йена... Если так подумать... Хорошенько... То можно сказать... Что это самое... Старое дерево... В Крыму... Потому что все дубы... Тысячелетние... Их уже... Либо повырубали... Либо они поумирали... Либо полусыхали... Ну... В общем... Внимай их... Крыш... Показать... Сейчас... Нужно что-то для сравнения... Сейчас... Моя куртка... Зря взял... Жарко... Я сегодня вообще один... Вообще... Моя жена сегодня... Вообще не поехала... В эту экспедицию... Приболела... Я один снимаю... В общем... Вот моя куртка... И вот это... Вот это все... Земляничник... Мелкоплодный... Йена... Что за Йена... Не знаю... Вот так написано... Прежде чем сюда идти... Я так... Немножко почитал... Куда я иду... Ну чтоб... Из пустого в порожнее не переливать... Как же к нему подобраться поближе... Чтоб было поинтересней... Во... Ну я вам скажу... Я тоже такое... И вы наверняка тоже такое видите в первый раз... Потому что... Старшее... Больше... Толще... В крыбу не теньен... Именно земляничник... Мелкоплодный... Вот... Моя рука... Ну как бы... Нифига себе... Хе-хе... А он еще и отсыхает... Видите... Отсыхает... Старенькая... А новенькая... Ну как новенькая... Ее уже наверное идет... 200... Может 300... Это молодой можжевельник... Обратите внимание... Как он растет... Прямо из камня... Потихонечку... Полегонечку... Мы выбираемся... На вершину этого... Айниковы... И получается мы даже выше... Алимушки... Алимушка... Это... Вот... Вот эта скала... И вот по преданию... На этой скале... Когда-то был храм... Он был потом разрушен... Давным-давно... Ну и... Как бы... В память о нем... И был создан тот самый храм... Где мы сейчас с вами были... Ой... Блин... Оса пристала... Это... Будете идти... Вот... Присматривайтесь... Эта марка... Она объясняет... Что... Верной дорогой... Идете... Товарищи... Вот туда... Не... Наверное... Я... Про пенсионеров... Поторопился... Что-то все вверх-вверх... Не каждый пенсионер... С давлением... Он захочет... Тут подниматься... Вот... Пожалуйста... Тоже очень... Старое дерево... Это... Можжевельник... Ну... На первый взгляд... Ему лет... Пятьсот... Не меньше... Тут... Вчера... Ого... Их... Вот это... Реальный старый... Можжевельник... Ого... Вот это... Нифига себе... О... Гляньте какой... Гляньте какой... Интересный дуб... В виде рогатки... Кстати... Примерный ориентир... Хорошо будет... По нему ориентироваться... Ну... Опять же... Марка... Подсказывает... Верное направление... Так... Ну... Похоже... Мы... Как бы... На вершине... Айникола... Ну... Почему... Как бы... Потому что... Вот эта точка выше... Вот... Чем это... Ну... Так... Принято... Да и ладно... Я так думаю... Что это вершина... Крест... Ну и... Видончик... Вот внизу... Курпаты... А тут наверху ветер дует... Ёлки-палки... Ох... Как красиво... А тут что-то написано... Казачья веха... Исторический памятник... Ого... 17 века... Восстановлен в 2002 году... А найден в 1972 году... Описан в трудах казака-краеведа Народского... Не просто так... Ох... Какой... Интересно... Так... Полюбуемся... Ах ты... Нам мешает можжевельник... Жалко... Вот поэтому... Вот... Серпантину ездил каждый раз... И думал... Боже... Ну-ка Даш... Я уже поднимусь... На Николу... Вот... Маленькая мечта сбылась... Дай Бог... Чтобы все остальные так же... Только что... Попались навстречу люди... Говорят... Тот крест... Это не вершина... Нет... Вот вершина... Блин... Я же повторяю... Я тут первый раз... Поэтому... Могу ошибаться... Вот вершина... Типа эта труба... Это и есть вершина... Ну... Жалко... Что... Деревья мешают... А так красиво было... Вот она... Курпаты... Очень такой... Эффектный... В свое время был... Красивый... Пансионат... Так... Идет и дальше... Да... И они еще сказали... Оказывается... Это... Заповедник... Ну... Как заповедник... Национальный музей... Эээ... Национальный парк... Я даже сам не знал... То есть... То что я раньше называл... Крымский заповедник... Крымский заповедник... Оказывается... Сегодня это называется... Национальный парк... То есть... В заповедник... Зайти нельзя... А в парк можно... Где-нибудь купати... И заходи... Ну... Блин... А я тут хожу... Понимаешь... Бычки разбрасываю... Костры жгу... Палатки ставлю... Но... Оказывается... Это... Особо охраняемая территория... Ну как... Ну... Вот и все... Как-то... Пробка пошла вниз... Значит... Все... Ай... Блин... Колица... Зараза... Это ж это... Иглица... Понтийская... Между прочим... Краснокнижная... Краснокнижный кустарник... А его тут... Навала... И он такой колючий... Да... Похоже... Идем на спуск... Так... Пишите комментарии... Понравилось вам... Не понравилось... А мы пока... Открываемся... Интересно... Сейчас... Навстречу шли две девчонки... Девчонки... Ну... Правда... Не местные... Они приехали из Смоленска... Мне приятно было... Что... Девчонкам... Ну сколько их там... Двадцать пять... Может... Может постарше... Им интересно... Вот... Блукать по этим тропкам... Знаете... Какой сейчас... Какая сейчас молодежь... Бары... Рестораны... И прочая фигня... Ух ты... Ну... Вы же понимаете... Я уже говорил... Сосна... Это мое дерево... А этой сосны тут навалом... Вау... Хе... Надо пообниматься... Позаряжаться... Вы пока там... Пишите комментарии... Я буду... Заряжаться... Энергией... Так... Подзарядился... И... Можно ехать... В другое место... Внизу... Уже слышно... Автострада... Шумят... Автомобили... В общем... В общем... Вот... Вот и вся тропа... Ну... Примерно... У вас уйдет на нее... Час... Полтора... Ну... Два... Если вы там будете стоять... Везде... Фотографироваться... Проверка на старость... Вот... Кто пролезет... И не будет кряхтеть... Значит... Пока еще не старый... Так... Тропа пошла совсем уже... Прям-прям вниз... Внизу слышно... Как шумят... Машины... Ну... В принципе... Это и все... Ну... Как все... До конца уже... Снимать не буду... Понятно... Да... О чем разговор... Надеюсь вам понравилось... Понравилось поддерживать наш канал... Потому что мы работаем... Без монетизации... Вот эти все квартиры... Что мы снимаем... Специально для того... Чтобы приехать сюда... Несколько дней... Поснимать для вас... Эти виды... Так что... Любая поддержка... Заранее спасибо... Большое спасибо за внимание... До свидания...